Долгожданный подарок к Новому году. Переселенцы из аварийного жилья получили ключи от новых квартир. Даже не думала, что такая красота будет. Все хорошо сделано. У нас есть различные процедуры типа водотерапия, гидротерапия и кинезиотерапия. Бесплатная помощь детям до трех лет. Какие специалисты работают в медицинском центре на Северной набережной? Они еще раз доказали, что они самые лучшие, самые воспитанные и самые, наверное, умные. Одни из лучших в стране. Какой предмет кировочепецкие школьники знают на отлично. Новое жилье взамен аварийному. В 2015 году более 200 кировских семей получили новые квартиры. Сегодня в микрорайоне Долгушин сдали последний за этот год многоквартирный дом для переселенцев. Какой еще подарок получили жители микрорайона накануне праздника, расскажет Надежда Шабалина. Татьяна Корикова, как и еще 600 переселенцев из аварийного жилья, получила долгожданный подарок. Ключи от квартиры в девятиэтажном доме в микрорайоне Долгушина. Женщина признается, до последнего не верила своему счастью. За строительством дома, в который уже сегодня могут заехать 156 семей, тщательно следили и представители власти. Вот и сегодня увидеть результаты пришли первые лица города и области. После осмотра дома губернатор Никита Белых отметил, что работа по его строительству выполнена с высоким качеством. Строить плохо, невыгодно самим подрядчикам и городу, поскольку денежные средства, которые выделяются и фондам ЖКХ, то есть и бюджетные средства, естественно, потом отслеживаются и контролируются. Потом за все это, за любые недоставки приходится отдельно расплачиваться. Поэтому мы, как никто другой, сами заинтересованы в том, чтобы объекты, мало того, что строились быстро, строились качественно. В ходе рабочего визита первые лица города посетили еще один объект – новый детский сад «Веселая карусель». Дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест. В нем есть буквально все, что необходимо для развития ребенка. Это плавательный бассейн, музыкальные и физкультурные залы, а также кабинеты психолога и логопеда. Строительство детских садов будет продолжено, о чем сказал наш губернатор, что с трех лет до семи в городе уже очереди нет, все дети, но с полутора лет до трех есть очередь. Вы знаете, что мы выплачиваем компенсацию, но на сегодняшний день проект строительства детских садов не завершается, а продолжается. И как пообещал глава города, в следующем году перед руководством города и области стоит не менее важная задача. Это строительство новых школ. Надежда Шабалина, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича. Открыли в этом году в Кирове и Центр ранней помощи детям. Он находится на Северной набережной 1. Подводя итоги года, специалисты подсчитали, лечения здесь прошли уже 150 детей, а обследовались более 300. Какие специалисты работают в этом центре и как туда попасть, расскажем прямо сейчас. Трехлетний Ярослав и его мама вторую неделю, как в санатории. Каждый день они приходят на Северную набережную 1. Здесь малыша ждут два часа процедур, одна за другой. Мы ходим каждый день на массаж, на физио. У нас есть различные процедуры типа водотерапия и кинезиотерапия. Все это в одном месте в Центре раннего развития, причем бесплатно. Если есть направление от своего педиатра или невролога, нужно прийти на прием к специалисту центра. Он при необходимости выпишет интенсивный курс лечения на базе учреждения. Обычно такая помощь нужна недоношенным детям с врожденными проблемами. Когда выхаживаются дети с сремально низкой массой тела, они должны были поддерживаться, получить какой-то следующий этап выхаживания и помощи этим детям. Таким этапом как раз и стал новый центр. Сюда приходят с детьми от 10 месяцев до 3 лет, чтобы как можно раньше решить проблемы развития малышей. Мы стали активно вставать, по квартире передвигаться. Сюда едем с радостью, песни поем. У нас не только моторика пошла, но и умственное развитие пошло. Один из положительных примеров – Саша Скалозуб. В свои годы 4 месяца в Центре он стал догонять своих сверстников. Здесь оказывается помощь в двух видах. Помощь на неврологических койках дневного стационара, где комплексные дети получают медикаментозную терапию, физиолечение, ЛФК, массаж. Другая же помощь – это поддерживающее лечение. Сопровождение ребенка и всей семьи уже после основного курса лечения, чтобы закрепить успехи, которые удалось достичь в Центре. Елена Чехомова, Николай Шихарбеев, Бюро новостей ДАВИЧа. Помощь требуется и маленькой Насте Сергеевой. Врачи поставили ей диагноз – ДЦП. Родители тратят все время и средства, чтобы улучшить состояние ребенка. Но конкретные результаты может дать лишь дорогостоящее лечение в Китае. Необходимые процедуры со слезами на глазах. Маленькой Насте приходится делать эти упражнения по четыре раза в день. Войтотерапия и регулярные массажи стали обыденным явлением в семье Сергеевых. Несколько месяцев назад ребенку поставили диагноз – ДЦП. Мама Юлия этого совершенно не ожидала. Беременность протекала благополучно. Но в день родов вокруг шеи ребенка обвелась пуповина. Как следствие – асфиксия. В какой-то момент просто передо мной закрыли ширму. Я подумала, что она уже все, умирала как бы. И через некоторое время, минуту, наверное, через 15 ее принесли. Сказали, вот у вас розовенькая девочка. Все, но будет ли она жить, никто не знает. Настя выжила. Через время она начала сама дышать. Родители добились и того, чтобы малышка научилась самостоятельно есть. Сейчас девочке 9 месяцев, но она не умеет самостоятельно ползать, садиться, брать игрушки. Юлия занимается с ребенком круглые сутки. Мама уверена, что Насте можно помочь. В России Сергеевы уже попробовали лечиться везде, где только возможно. Но пока вот, что мы тут лечились в России, в Кирове, в Питере, нам не помогает ничего. Нету никаких результатов. Я узнавала, где можно добиться каких-то результатов конкретно. Все говорят, что можно только в Китае. Там очень хорошо помогает. Но лечение в Китае стоит недешево. Такая поездка обойдется семье в 8 тысяч долларов, то есть около 600 тысяч рублей. Эта сумма не по карману Сергеевым, поэтому они просят помощи у неравнодушных кировчан. На данный момент для Насти перечислили уже 130 тысяч. Собрать недостающую сумму нужно до марта 2016-го. Помочь Насте справиться с болезнью может каждый. Реквизиты для перечисления денег вы видите на экране. Анастасия Шерстнева, Николай Шахарбеев, Бюро новостей Дайвича. Помочь инвалидам должен и 419-й федеральный закон. Он вступает в силу в начале 2016-го года, хотя принят еще в конце 2014-го. Как отмечают в Министерстве социального развития, так долго длился подготовительный период. И за это время все организации региона должны были создать действительно доступную среду для инвалидов области. Это касается в том числе и частных компаний, магазинов, аптек, бани и так далее. Данный закон внес изменения в 25 других законов. Суть каждой из поправок – доступность всех услуг для каждого инвалида. Это и услуги государственные, муниципальные. Как правило, это мы знаем, что идет получение ОФЦ. Там эти услуги предоставляются. Пенсионный фонд, социальная защита населения, медицинские услуги, услуги образования. Дальше досуговые услуги – это культура, спорт. Дальше услуги связи, услуги транспортные, услуги бытовые. И вот по всем этим направлениям законодательство изменилось. В Новый год полицейские на театральной площади будут работать до последнего посетителя. В праздничные дни правоохранительные органы вводят особый усиленный режим. В ночь с 31 декабря на 1 января порядок обеспечат около 2000 сотрудников МВД. Им помогут дружинники и казаки. Самое пристальное внимание охранников порядка будет приковано к главной площади города. Ожидается, что в новогоднюю ночь туда придут около 10 тысяч кировчан. Как и последние три года, на площади установят барьеры. Пропускать людей будут через контрольно-пропускные пункты. Впрочем, ограничений на входе почти нет. Не смогут пройти лишь гости в состоянии алкогольного опьянения и с пиротехникой. Те мероприятия, которые мы проводили в прошлые годы, значит, это дает положительный эффект. А до этого мы все помним, как у нас и загорание было, значит, на театральной площади. И увечья граждан, значит, и драки с участием там, стеклотары. Все это мы попытаемся мимимизировать. 1 января кировчан приглашают на массовую зарядку. Размяться после новогоднего застолья горожане смогут в 11 часов. У памятника Кирову на пересечение улиц Воровского и Октябрьского проспекта. Приглашаются все желающие, кто поддерживает здоровый образ жизни. А после в 13 часов на футбольном поле у Дворца пионеров стартуют народные игры. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. В Кировской области у больного с ОРВИ выявили респираторный синцитиальный вирус, сообщили в Роспотребнадзоре. Стоит отметить, им болеют новорожденные. Вирус поражает дыхательные пути, а лечат его в том числе с помощью кислородной маски. В общей сложности ОРВИ за неделю заболели более 6 тысяч человек. В целом по области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, по данным мониторинга, оказалась ниже уровня предыдущей недели на 9%. Новогодний фейерверк на Театральной площади запустят из сквера возле памятника Ленину. В связи с этим в администрации Кирова предположили, что залпы фейерверка окажутся невысокими. Фейерверк запустят около двух часов ночи 1 января. Он станет финалом встречи Нового года на Театральной площади. Специалисты рассказали, что залпы пиротехники будут скорее скромными, чем помпезными. Но горожанам фейерверк настроения обязательно поднимет, уверены чиновники. Более 300 тысяч пассажиров встретят Новый год в поездах дальнего следования, сообщает ФРЖД. В новогоднюю ночь в пути будет находиться 520 поездов. По традиции начальники поездов поздравят пассажиров с праздником по поездной радиосвязи. Также детям, путешествующим в поездах, вручат сладкие подарки. В целом, в период новогодних перевозок с 24 декабря по 10 января поездами будет перевезено свыше 5 миллионов пассажиров. Сейчас мы ненадолго прервемся, и вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. Одни из лучших в стране. Какой предмет кировочепецкие школьники знают на отлично. Их приезд запомнится надолго. Чей визит, по версии Бюро новостей Давича, стал самым обсуждаемым в 2015 году. Новый год с динозаврами. Кировчан ждут в парке развлечений. Это Давича. Продолжаем выпуск. Два документа, два важных шага в развитии промышленности в регионе. Сегодня Виктор Медведков, председатель Кировского регионального отделения промышленников и предпринимателей, подписал несколько соглашений о сотрудничестве. Встреча состоялась в областном правительстве. Вначале Виктор Медведков посетил избирательную комиссию. Ее возглавляет Ирина Верзилина. Первый документ о сотрудничестве они подписали в преддверии выборов. В сентябре будут выбраны кандидаты в областное ЗАГС Собрание и Государственную Думу. Поэтому так важно отметили участники встречи, чтобы выборы прошли на высшем уровне. Второе соглашение о сотрудничестве, но уже с законодательной властью, было подписано в этот же день. В 2016 году председатель АЗС Алексей Ивонин и Союз промышленных предприятий договорились работать, что называется, сообща. Виктор Медведков отметил, депутатский корпус – это мощная структура, которая поможет в развитии промышленности в регионе. Поздравляю вас, спасибо за то, что нашли время и возможность подписать соглашение. Я думаю, что оно даст еще мощный толчок в развитии Кировской области, в развитии законодательной базы, ну и, конечно же, в развитии экономического потенциала нашей области. Подписание данного соглашения, с одной стороны, о чем мы говорили ранее, это укрепляет наше взаимоотношение, а с другой стороны, я думаю, что это поднимает и авторитет Кировского союза промышленных предпринимателей. Я думаю, что этим актом мы привлечем дополнительно новых членов объединения в наш союз. Спасибо. С наступающим Новым годом и успехов в развитии. Кирово-Чепецкие школьники – одни из самых умных в стране. Это они доказали на прошедшей в Москве корпоративной олимпиаде по химии. Прошла она в стенах МГУ, где чепчане за свои знания по химии получили первые и вторые места. О своей поездке на Олимпиаду по химии в столицу они решили поговорить за чашкой чая. 24 школьника из четырех кирово-чепецких школ смогли блеснуть своими знаниями не где-нибудь, а в МГУ. Игорь Зуев до сих пор под впечатлением от заданий. Были они, рассказывает, как он любит, заковыристые. Игорь вообще с химией, что называется, на «ты». Потому видит себя в будущем специалистом предприятия кирово-чепецкого филиала компании «Уралхим». О заводе наслышан, родители там работают. Стабильная компания. Нет проблем ни с зарплатой, ни с чем. Вот из-за этого. В восторге от поездки и педагоги. Выступили их ученики девятых и десятых классов достойно. Вошли сверстников из других регионов. В активе есть и первые, и вторые места по итогам Олимпиады по химии. Они еще раз сказали, что они самые лучшие, самые воспитанные, самые, наверное, умные. Состоялась корпоративная Олимпиада по химии в Московском государственном университете при поддержке компании «Уралхим». Участие в ней приняли старшеклассники из всех городов присутствия компании. Кирово-Чепецк представляли школы, над которыми шефствует Кирово-Чепецкий филиал «Уралхима». Предприятие уже давно активно развивает профориентационную работу во многих учебных заведениях Кировской области. Наша компания «Уралхим» оказывает серьезную поддержку этим учебным заведениям. Мы оборудуем химические лаборатории, компьютерные классы, помогаем приобрести необходимое оборудование для школ. Компания поддерживает в разных школах химическое, военно-патриотическое, а также экологическое направление. Здесь наши старшеклассники знакомятся со стандартами образования, которые необходимы будут им для поступления в лучшие вузы нашей страны. При поддержке компании «Уралхим» корпоративная олимпиада по химии в МГУ станет ежегодной. А принять участие в ней уже в следующем году смогут школьники не только Кирово-Чепецка, но и других городов и районов Кировской области. Два дня осталось до Нового года. В 2015-м мы подготовили для вас больше 200 выпусков новостей. И сейчас подводим итоги уходящего 2015-го. Представляем вам свой рейтинг событий, наиболее ярких и запоминающихся. Их разделили по номинациям. И сегодня одна из них – «Вип-гость года». В этом году наш город посетили сразу несколько известных гостей. Их визиты запомнились кировчанам. И третье место в номинации «Вип-гости города» группы «Би-2». Они выступили на фестивале рок-музыки «Акустика». Большой концерт стал финалом проводимых на вятке «Дни романтики». Именно поэтому Лёва и Шура сделали упор именно на лирику. Впрочем, насколько романтичны они сами, солисты оценивать не стали. Вы считаете себя романтичными мужчинами? Вопрос очень личного характера. Я думаю, что, наверное, мы воздержим все это ответы. Судить о том, какие мы есть, все-таки надо спрашивать, наверное, у других людей. Ежегодный фестиваль авторской песни «Гренландия» в этом году собрал около 200 тысяч гостей. В их числе чемпион мира по боксу депутат Государственной Думы Николай Валуев. По пути в Башарова большой во всех смыслах слова «гость» не упустил возможности посмеяться над кировскими дорогами. А вот на самом фестивале Николай признался – музыка не его конек. Пытался на гитаре научиться тренькать, но у меня один палец, три струны закрывает – не вышло. В общем, для меня остались только ложечки и барабанчики. Во второй раз Николай Валуев посетил наш город уже в октябре. Тогда он презентовал кировчанам новую игру – футгольф. Смесь футбола и гольфа. За два визита – второе место в нашем рейтинге. Местные новостные сайты на перебой спешат оповестить город о приезде команды «Ревизора». Ноябрьский рейд скандально известного телепроекта по кировским заведениям – одна из самых обсуждаемых тем в уходящем году. Недостатки в работе городских кафе и гостиниц показали на всю страну. По следам Елены Летучей прошлись инспекторы Роспотребнадзора. Из-за выявленных нарушений одно заведение пришлось даже закрыть. Дорогие телезрители, а сейчас я прошу почтить вас минуты молчания, память этих безвинно погибших продуктов на своем рабочем месте. В другом кировском кафе Елена Летучая станцевала с директором танец. Месяцем позже телеведущая провела здесь благотворительный вечер. С помощью аукциона для детей с ограниченными возможностями удалось собрать больше 250 тысяч рублей. И это первое место в рейтинге. Новогодние каникулы в кругу динозавров. В селе Талица, что недалеко от Кирова, продолжает работать крупнейший в России парк рептилий. В нем представлен широкий спектр развлечений, которые подойдут не только детям, но и взрослым. Подробнее расскажет Надежда Шабалина. Светлана Мошкина приехала в Юркин парк вместе с мужем и ребенком. Признается, в подобном месте она впервые. Семью удивил не только размер развлекательного парка, но и его содержимое. Так, все, живо, весело, народу много. Нет, хорошее место. Рады. Рады, что появилось в городе такое место для развлечений. И дети, и взрослые найдут здесь развлечения по душе. На территории парка есть каток, горки, аттракционы и тарзанка. А также более 40 динозавров. Каждый экспонат двигается и рычит. Много динозавров, которых я даже вообще не знал. Будто на самом деле очень живые кажутся. Ну, на самом деле, вот посмотреть так, как выглядят динозавры, так, как они выглядели миллион лет назад, чтобы дети приобщились к этому. Есть в парке и познавательные игры. Все желающие могут поучаствовать в археологических раскопках динозавров. Развлекательный парк в Слободе-Туалице будет открыт все новогодние каникулы. Таким был этот вторник, 29 декабря, глазами наших корреспондентов. Со следующего года мы будем рассказывать о новостях на час раньше. С 11 января включайте СТС 9 канал в 18.30. Ваш вечер будет начинаться с Бюро новостей Давича. На этом я с вами прощаюсь. В студии работала Елена Чехомова. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!